Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Сегодня я решил написать видео на очень важную и актуальную тему. А именно, как же вам правильно лечиться, чтобы вылечить, либо хотя бы перевести в ремиссию, чтобы не было обострений и ухудшений, таких заболеваний как атерослероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, которая сами по себе, либо через развитие осложнений в виде миокардиосклероза, сердечной недостаточности, различных пороков сердца, в совокупности являются фактором риска для жизни номер один. Унося примерно 50-60 процентов жизни. А первый шаг в эти проблемы делают те, у кого есть метеозависимость, метеочувствительность, веет осуществля дистония, и ошибаются те, кто считает, что раз врач-диетолог, значит сейчас будет лекция по правильному питанию, потому как в развитии атерослероза номер один это холестерин. А холестерин один из компонентов, который находится в пище. И нужно правильно питаться. Но! О правильном питании в узком смысле слова, с точки зрения диетологии в этом видео будет очень мало информации. Но! О правильном питании в широком смысле слова в этом видео будет жизненно важной информации. Причем если вы уже имеете одно из вышеперечисленных заболеваний, эта информация поможет вам жить лучше и реже попадать на обострение. Либо чтобы ухудшение развивалось медленнее. Потому как сердечно-сосудистая система работает достаточно напряженно. И к сожалению лучше и моложе с возрастом не становится. Но! В этом видео будет информация для тех, кто еще не попал в эти проблемы. Поэтому если вы нашли видео это по ключевым словам, которые у вас уже являются диагнозами, то возможно стоит вам отправить ссылочку своим детям, чтобы они посмотрели. Потому как зашли вы в эти болезни уникальным путем. Узнав эту информацию, она перевернет вам сознание. Вы поймете, что вы многое делали неправильно. Вы абсолютно не обращали внимание на этот очень важный сегодня фактор. А он работает и достаточно жестко. И по отношению к будущим поколениям он будет работать еще активнее. Поэтому предупрежден, вооружен, проще не попасть в болезни, чем попал начинать лечиться. Поэтому пока я буду еще минуту-две объяснять вам некоторые особенности. Поставьте это видео возможно на паузу. И особо впечатлительные не следует покидать это видео. Примите что-нибудь привычное вам из успокоительных. И когда они начнут действовать, включите видео дальше, слушайте его дальше. Я эту информацию тоже, к сожалению, на приеме не давал. Потому как очень трудоемко объяснить человеку, что ему нужно делать для того, чтобы осознать и правильно выполнять эти рекомендации. Косвенно эта информация была. Так или иначе я эту тему затрагивал. Но не прямо. Но как прямо воздействовать на этот фактор, который приводит к появлению атерослероза и других сопутствующих ему заболеваний сердечно-сосудистой системы? А также что делать при их наличии? Такая информация будет. Вы научитесь правильно выполнять эти действия, чтобы жить лучше и дольше. Но ошибаются те, кто считает, что сейчас будет лекция про фитотерапию. Раз фитотерапевт, значит как применять травы или сборы из них. Обычно фитотерапию я назначаю после того, как налажено правильное питание. И фитотерапия помогает вашему организму воспользоваться этим питанием наилучшим образом. Поэтому про фитотерапию в этом видео также будет крайне мало информации. Методом исключения остался в названии врач, значит будет лекция про аллопатические препараты, про официальную медицину. Я официальную медицину уважаю, какие-то ее возможности использую для своих пациентов. Но про конкретное применение фармпрепаратов в этом видео также будет крайне мало информации. А больше информации будет о том очень важном факторе, о тех важных действиях, которые вы должны совершать правильно. Чтобы заболевания сердечно сосуются системой, как можно дольше были у вас в случае, если они возникли, чтобы вы с ними дольше жили. Ну а в случае, если у вас их пока нет, чтобы позже с ними познакомились. Это продлевает продолжительность вашей жизни и увеличивает ВВП вашей страны. Потому как вклад фармакологов в ВВП страны, конечно, значительный, но вам нужно еще кушать, пить воду, одеваться, отдыхать, где-то жить, перемещаться на каких-то транспортных средствах. Это все тоже затраты, это тоже ВВП вашей страны. Это тоже очень важный показатель. А цель фармакологии продлить вам жизнь, так или иначе. Цель моего видео аналогична. Поэтому смотрите это видео дальше. Я думаю, что полезная информация тех, кто уже впечатлительный, я думаю, они уже успокоились, они уже готовы к перевороту своего сознания. И он произойдет в этом видео в скорости. Знание и правильное выполнение этого компонента важно всем. Даже если у вас великолепный кардиолог, который под ваш комплекс заболеваний подобрал самую рациональную схему лечения, правильное питание в широком смысле слова для вас не теряет свое значение в надежде на современную фармакологию, а приобретает еще большее значение. Большинство фармпрепаратов, попадая с током крови к печени, вызывают неявление гепатита медикаментозного, либо медикаментозного же стеата гепатита. С исходом через жировой гепатоз, фиброз и цирроз печени. Но! Есть и другие виды стеата гепатита. И если вы эти факторы риска не уменьшите, то движение в сторону цирроза печени ускоряется. Особенно важно! Если вы образ жизни, вам нужно еще и увеличить уровень двигательной активности. При неправильном увеличении двигательной активности, которая в нормальных условиях, мышцы, работая, помогают сердцу обеспечивать циркуляцию крови и снимают часть нагрузки сердечной мышцы. Это здорово! Но! При неправильном сопровождении вы не тормозите развитие атеросклероза сосудов, а ускоряете его! Вы не тормозите увеличение степени сердечной недостаточности, а увеличиваете! И почему это происходит? Вы узнаете прямо сейчас! Вне зависимости от способов, методов или лечебных средств, с помощью которых вы собираетесь заниматься профилактикой либо лечением атеросклероза сосудов, а также сопутствующих ему заболеваний, А почему? Понимание причин развития атеросклероза Возможно вам более целенаправленно скорректировать свой образ жизни в широком смысле слова и сделать его более здоровым! А почему развивается атеросклероз? Основные его причины, основные двигатели этого процесса вы узнаете прямо сейчас! Почему же развивается атеросклероз? Этому способствует несколько активных факторов! Фактор, на мой взгляд, номер один — кислород! Артериальная кровь кислород содержит, венозная — нет! Кислород — сильный окислитель! Но! Это естественный окислитель, к которому мы привыкли! И если бы это был главный фактор, то атеросклероз развивался бы с раннего детства! Так как чаще всего атеросклероз развивается все-таки значительно позже, этот фактор не является определяющим! Фактор номер два — артериальное давление! Если в артериях артериальное давление измеряется в миллиметрах, десятках миллиметров ртутного столба, то в венах — в миллиметрах водного столба! Ртут тяжелее воды! Больше чем в 13 раз! Поэтому сила действия содержимого на стенку сосудов в артериях в 13 раз сильнее! Но! Это тоже достаточный фактор! При гипертонической болезни атеросклероз развивается более интенсивно! Но! Это не единственный фактор! А на мой взгляд — очень важный фактор! Последний — это токсины! Различные токсины в условиях кислорода под действием артериального давления влияют на стенки сосудов, вызывая в них характерные изменения! И запуская старт атеросклероза в конкретном сосуде! Чаще всего атеросклероз стартует в месте более сильной механической травмы! То есть там, где сосуд делится на два более мелких сосуда! Вот в этом месте чаще всего и развивается атеросклероз! А какие слои есть в этой бляшке? И каким образом запускается фактически атеросклеротический процесс? Вы узнаете прямо сейчас! В развитии атеросклеротической бляшки, как и при строительстве дома, очень важен фундамент! Дом без фундамента не прочен! И бляшка легко могла быть смыта потоком крови со стенки артериального сосуда! Тем более при повышенном давлении! А оно как раз стимулирует ее развитие! Потому как фундамент бляшки — это собственно измененная стенка сосуда под действием токсинов! Но! Не каждый токсин способен вызвать атеросклероз сосудов! Если бы это были конечные продукты обмена веществ или как их сегодня называют шлаки обмена веществ, то атеросклероз стартовал бы даже не в раннем детстве, а внутриутробно! Когда скорость обмена веществ максимальна, обмены шлаков образуются много! А работа основных фильтров по очищению крови печени и почек ослаблена! Атеросклероз развивается под действием специфических токсинов! Если мы посмотрим статистику, то 200-300 лет назад атеросклероз развивался значительно реже, чем 150, 100, а особенно 50 лет назад! Он за последние несколько десятилетий активно омолодился и встречается у мужчин с 20, у женщин с 35-40 лет! Более того, если мы посмотрим по особенностям места жительства человека, то атеросклероз значительно чаще и интенсивнее и раньше развивается в крупных городах по сравнению с сельской местностью! И основной двигатель в этом процессе это экологические токсины! Вот каким путем они достигают стенки сосудов, чтобы запустить там атеросклерозный процесс? Вы узнаете прямо сейчас! Чаще всего как загрязнение организма, так и его очищение связывают с особенностями работы пищеварительной системы! Именно потому диет различных масса! Действительно, от качества продуктов питания и напитков многое зависит! Но! Пока ваша печень, которая 100% в кровь попадает из пищеварительной системы, выполняет свою барьерную функцию и обезвреживает различные токсины, сбрасывая их вновь по желчевыводящей системе в кишечник, вы в относительной безопасности! Если развиваются под действием разных причин гепатит, стеатогепатит, жировой гепатоз, фиброз, цирроз печени, последовательно снижается работоспособность вашей печени и токсичность вашей крови увеличивается! И скорость развития атеросклероза увеличивается! Но! Есть еще один путь! Когда при абсолютно здоровой печени развивается атеросклероз! И как это происходит вы узнаете прямо сейчас! Этот достаточно мощный, а при игнорировании и коварный путь поступления токсина в организм, при котором не имеет большого практического значения, не хорошая работа вашей печени, непрекрасно обеспеченная работа ваших почек проложен через органы дыхания! Вдыхая кубометры воздуха ежедневно! Цель вдохнуть кислород, которого в воздухе обычно около 20 процентов! Примерно 78 процентов нейтральный газ азот! А под знаком вопроса не только бактерии, вирусы, споры, пыльца, пыль, частицы гари, копоти! Которым иммунная система человека приспосабливалась на протяжении всей эволюции! И тренировалась! Но здесь и химический коктейль из разных химических веществ! Это выхлопы работающих предприятий! Это выхлопы автомобилей! Это другие загрязнители окружающей человека среды! Которые легко попадают через органы дыхания в организм! И с сердцем попадают в аорту! Где и стартует этот ростлероз! Достаточно жесткий! А тут коронарные сосуды! Извините! Вот они! Тут сонные артерии к мозгу! И инфаркт поблизости сосуда! Инсульт! И другие сюрпризы! Неприятные! Со стороны сердечно-сосудистой системы! Если вы не знаете, как правильно дышать! Я думаю, что сейчас нашли ответ на свой вопрос те, кто считает, что у них прекрасный образ жизни! Прекрасное питание! Прекрасно работает печень! Почки! И под знаком вопроса, откуда же взялся атеросклероз? А вот он отсюда! Неправильное дыхание приводит к тому, что токсины легко попадают в кровь из органов дыхания! И распределяются по всему организму! Очень важно учитывать правильно этот путь! И контролировать его! Вот об этом я говорил в начале видео! Достаточно большой объем информации должен знать человек, чтобы правильно дышать в зависимости от вашего пола, от вашего возраста, от экологии, от погодных, климатических условий, от тех заболеваний, которые вы так или иначе приобретаете на протяжении жизни! Очень много факторов нужно знать как правильно, чтобы выстроить именно правильное дыхание для вас! Достаточно большой объем информации! Но! Как вам этот объем информации получить, я расскажу чуть позже! А сейчас сделаю акцент на некоторых способах рабочих или не очень рабочих! Как помочь вашему сердцу доставлять больше кислорода на уровень клеток? И об этом вы узнаете прямо сейчас! В состоянии покоя, например, строгий постельный режим, человек за сутки сжигает в обмене веществ примерно 300-400 литров кислорода, которое сердце доставляет, уже перекачивая тонны крови! Если же физическая активность достаточно прилична, у спортсмена высокого уровня, сжигание кислорода за час примерно 300 литров! Это серьезная величина и, понятно, желание помочь сердцу выполнять эту гигантскую работу! Как в спорте, так и в случае, если сердце уже скомпрометировано! А именно, есть атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, миокардия и истрофия, миокардия и атеросклероз, явление сердечной недостаточности в разной степени, пороки сердца! Но! Не все способы помощи сердцу реальны и безопасны для жизни! Скажем, когда используют кислородные коктейли, кислородную воду! Да, меняются какие-то процессы в пищеварительной системе, куда они попадают, но всасывание кислорода из кишечника отсутствует! Поэтому сердцу эти методы не помогут! Несколько более реально введение перекиси водорода, озона непосредственно в кровь! В кровь-то кислород заходит при этом, но появляются более жесткие окислители, чем кислород! Которые в обычных условиях в кровь попадать не должны! И в данном случае они могут играть роль дополнительного агрессивного фактора по отношению к сосудам! И насколько изменится состояние сосудов под действием этих методов? Тут возможны варианты! Может быть как улучшение, так и ухудшение! Часто рекомендуют выполнять задержки дыхания! Действительно, при ситуационной гипоксии, когда вы задержали дыхание, раздражается костный мозг! И там усиленно синтезируются эритроциты, увеличивается количество гемоглобина! Ну, первая реакция спазмирует селезенка, выбрасывает из ДПО крови запас, который там всегда есть! Но! В любом случае увеличивается объем и вязкость крови! Да, кровь содержит во всей своей массе больше кислорода, может больше переносить! Но вязкость крови задает большой вопрос, а может ли сердце перекачивать такой объем? Поэтому разные способы задержки дыхания, в том числе и объединение вдыхаемой смеси кислородом! Например, съездите-ка в горль, потренируйте там свое сердце! А сердце эту гипоксию может отреагировать на нее совсем по-другому! Поэтому более логично использование различных видов более концентрированного кислорода! Иными словами, дыхание не воздухом, а чистым кислородом! Как это было раньше! Были кислородные подушки, тяжелым больным давали дышать чистым кислородом! Сегодня распространены барокамеры! Они и раньше были! О них на какое-то время забыли! Сейчас опять вспомнили! По большому счету можно использовать барокамеру в этом случае! Но! Барокамера становится грудой металла, стекла, пластмассы, электроники! В случае, если вы используете ее точечно! Иными словами, вы увидели барокамера! Приехал! Получил процедуру! Больше кислорода в крови! Но! Если там остались токсины! Большее количество кислорода при наличии токсинов! Может оказывать по отношению к сосудам не самое благоприятное воздействие! Поэтому, на мой взгляд, лучше! Если любой метод лечения вы будете использовать в комплексе! Понимая, что есть организм, который живет в определенных условиях! На которые нужно среагировать адекватно! Изменив условия, облегчив задачу своему организму! Он будет работать и лучше! И дольше! А вот как начать правильно дышать? Потому что любые методы воздействия имеют все-таки точечное приложение! А правильное дыхание должно быть компонентом здорового образа жизни! Дышать нужно постоянно! Вы не можете дышать больше нескольких минут! Задержали дыхание! Дальше нужно опять правильно дышать! Вот как правильно дышать? У меня есть еще один канал! Который вы легко можете найти! По поисковым запросам школа доктора Скачко! И вы легко найдете этот канал! Где я от начала разжевываю, как же правильно дышать в разных ситуациях! Как выбрать тот самый правильный способ дыхания! Для вас лично! Чтобы дышать правильно! Чтобы в организм экология! Если и попадало, то минимально! Чтобы атеросклероз в данном случае! И сердце, и сосуды, чтобы они работали лучше! Атеросклероз развивался позже! Если вы владеете английским языком! Можете набрать просто скул Скачко! То есть английскими школа Скачко! Вы тоже найдете этот канал! Найдите! Просмотрите! Там не одно видео про правильное дыхание! Как в состоянии покоя! В зависимости от ваших болезней! Так и в состоянии активности! Когда вы хотите пройтись чуть быстрее! Или пробежаться! Имеет значение как правильно дышать в этом случае! Потому как при легкой отдышке объем воздуха, который прокачивается через органы дыхания увеличивается в разы! А количество кислорода, которое потребляет при этом организм увеличивается всего на десятки процентов! И степень опасности экологии возрастает тоже в разы! Это нужно знать и понимать! Тогда если у вас атерослероз сосудов уже есть! И другие проблемы с сердечно-сосудистой системой! Они будут вас тревожить меньше! Если вы нашли это видео, а атерослероз у вас еще отсутствует! И другие проблемы с сердечно-сосудистой системой! Они у вас разобьются позже! Вот на этой позитивной ноте я это видео все-таки буду заканчивать! С привычным подписчиком моего канала словами! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! Я бы даже сказал подписчикам моих каналов! Потому что там уже тоже достаточно приличная компания! Хотя канал появился относительно недавно в интернете! А в следующем видео вы узнаете очень интересную информацию! Как правильно лечить содой заболевания органов дыхания! Посмотрите на улицу! Похолодало! Сезон гриппа и простуд! А как осложнение бронхит и пневмонии! Вот как это делать все правильно! Чтобы остановить воспалительный процесс в начальных отделах органов дыхания! Чтобы он не шел в святая святых! И не повреждал ваши легкие! И не ухудшал уровень вашего здоровья! Потому как особенно большое значение состояние дыхательной системы! Имеет опять таки у тех! У кого есть ишемическая болезнь сердца! Атеросклероз сосудов! Гипертоническая болезнь! Потому как кислород идет хуже! Хуже насыщается кровь кислородом! А значит больше нагрузка на сердце! Чтобы дать вашим клеткам! Особенно клеткам мозга! Новую порцию кислорода! Или нужную им порцию кислорода для обмена веществ! До новых встреч на моих каналах! Субтитры делал DimaTorzok